Всем привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на канал! У меня накопились немножко здесь косметические приобретения, которые просто куплены в магазинах. И я хотела бы с вами поделиться, потому что здесь есть супер, как сказать, полезные косметические продукты, если они вам по той или иной причине нужны. По какой причине, давайте вместе разберем, потому что я в них лично нуждаюсь, поэтому, возможно, у вас есть те же какие-то проблемы, как у меня, и вы ищете что-то подобное. И, в общем-то, если вам интересно, тогда оставайтесь в экранах и поехали! В общем, первое, с чего я начну, это дезодорант, это солевой дезодорант, именно каменный. Я без этого дезодоранта не могу, потому что, когда я первый раз попробовала, это года два назад, я знаю, что точно ничего лучшего я до сих пор не встретила. И я вам скажу, почему. Потому что он очень удобен. Во-первых, это не жидкость, во-вторых, это не спрей, который невозможно, скажем, в перелетах с собой взять, если у вас только ручная кладь. Это вот такой вот каменный стик. Конечно, есть немножко такая неловкость, если вы где-то, ну, в дороге, и то зайти куда-нибудь в санузел, всегда можно найти воду, потому что нужно его намочить перед употреблением. То есть его нужно смочить под строй водички и тогда нанести в области подмышками. Я взяла именно в объеме побольше, в 90 грамм, есть поменьше, есть другие бренды. Я взяла бренд, называется, наверное, вот так. Salt of the Earth Classic. Вот так вот выглядит. Брала я его именно в магазине Health Shop. Это магазин, где продаются только какие-то натуральные продукты, продукты для здоровья, витамины всевозможные и так дальше. Этот дезодорант получается натуральным. И в нем есть огромный перечень, как вы видите, всех положительных моментов. Значит, первое, он долго вас защищает, то есть практически 24 часа. Второе, не мажет белые вещи. Ну, вернее, не белые вещи, а как no white marks. Нету белых разводов, если вы одеваете что-то темное, да, то есть вот тальк там или еще что-то используют в других продуктах, дезодорантах. Третье, 100% натуральные ингредиенты. Это очень важно, ну, по крайней мере, для меня, потому что область с подмышками, это такая область, где, ну, в принципе, нужно деликатно ухаживать и лучше, если будем использовать поменьше химии, да, потому что там узнаете, что находится, как они называются, вылетела с головы, но вы, наверное, поняли, что я имела в виду. Четвертое, подходит для вегетарианов и веганов. Пятое, это как для женщин, так и для мужчин. Не написано, что там для женщин обязательно, для мужчин, то есть юнисекс, потому что он без запаха. Дальше. Не тестируется на животных. Вот эти все пункты меня очень порадовали. И я знаю просто, потому что я пользуюсь ранее, что на самом деле, как здесь пишут, долго, да, long lasting protection, долго сохраняет, ну, как сказать по-русски, долго согреет вас от пота, от запаха пота, вернее. Вот я хотела, как правильно выразиться. Почему? Потому что он не делает вам сухость. Нет, не будет, что вы будете сухие. То есть поры подмышкой не будут забиты. Будет влажность слегка. Ну, это уже индивидуально, да, насколько кто сильно потеет, не сильно потеет, но не будет вот этого запаха пота. То есть будет влажность, но не будет запаха пота. Мне как бы, в принципе, это устраивает. То есть я не настроена там прям, чтобы я все была сухо-присухо, но это физиология, это жизнь, это нормально, если вы потеете. Просто чтобы... Спасибо на то, что вы не будете извлекать какие-то неприятные запахи для окружающих, ну, и, в принципе, для себя тоже, да. То есть вот. Очень-очень советую. Я дома так вообще только вот им пользуюсь. В общем-то, они из других брендов, то есть не обязательно. Загляните в какие-нибудь магазины, холдшоп, может быть, на iHerb есть. Я так думаю, что есть. В общем, следующее из разряда также дезодорантов я взяла вот так же, в таком же подобном магазине. Это Lavera бренд. И здесь дезодорант Roll, также Protection, как там... Ну, в общем, 24 часа столькости. Блин, я не знаю, как сказать по-русски. Protection, как по-русски. Ну, это уже роликовый. Вот. И он имеет вот это белое... Ну, в общем-то, если что-то темное, то, возможно, останутся какие-нибудь следы на темном. И у него есть запах... Запах... Какой здесь запах был? Календула и алоэ вера. В принципе, когда так не хочешь, ну, такой... Ну, такой какой-то травяной, да, вот что-то такое. Ну, как-то я наношу подмышки, мне как-то кажется другим какой-то запах. Ну, в принципе, я не жалуюсь. То есть для домашнего вот так по дому там немаловажно, чтобы там останутся какие-то следы белые, на темной одежде или нет. Ну, в общем-то... По крайней мере, я даже не замечала. Но вот когда вот так видно, что здесь такое, ну, такое молочненькое, такое, знаете, беленькое вещество, средство там внутри. Но это тоже, в принципе, можно перевозить 50 мл в ручной кладе. Ой, так, дальше из разряда тех же дезодорантов я еще не попробовала. это также из холдшопа, магазина натуральных продуктов. Здесь алоэ вера, также ролл, шариковый будет. И в нем сколько миллилитров? И в нем 89 мл. и, по-моему, он также будет такой белый, беленький. Ну, такой, да. Такой погуще, кажется. Я еще его никогда не пробовала. Практически запаха нет. Немножко алоэ вера, видимо. но вот такой вот. Также натуральный, также обещает быть длительная, не длительный протекшн, обещает. Здесь нет алюминия, парабенов и всяких гадостей. Вот. Также натуральный. Ну, этот тоже натуральный. Так. То есть, на этом мы тему закроем протекшн наших подмышек и перейдем вот такой вот. Также из магазина холдшоп. То есть, жители Ирландии, Англии знают. Я хочу посоветовать вот эту гигиеничку. Почему? Потому что здесь даже пишут, что когда герпес и не запускать, а вот только почувствовали, пользоваться вот этой гигиеничкой. Она именно для этого предназначена. Здесь в составе есть чайное дерево и оно как бы вот видите, здесь даже пишут медицинс, медицинал, ну, медицинские какие-то направления. И это бренд Эко плюс Липс. Вот так вот. И я скажу, что я почувствовала такой, ну, не такой сильный герпес, а вот прям по контуру гурт почему-то буквально вот неделю назад, может чуть больше. Такие как будто меленькие-меленькие, что-то такое. Я присмотрелась, мне кажется, наверное, будет герпес. Я начала вот этой вот пользоваться. И вы знаете, ничего не раздуло, вообще ничего не видно, вообще ничего не было. То есть, то ли оно его сдавило, вот так вот она выглядит, такая немножко желтоватая, таким, ну, чайным деревом запах. Видимо, большой концентрат здесь чайного дерева, и он как-то работает на этот герпес. Слава Богу, я не знаю, когда вот конкретно герпес выскакивает, как он будет себя вести, а вот на меленьких таких он хорошо сработал, поэтому я его всегда с собой теперь ношу, чтобы он у меня был под рукой. Так, Так как у меня, сейчас, так как у меня кожа лица склонна к пигментированию после беременности, я теперь не могу совсем выходить на солнце, не защищая лицо хоть 20 SPF, хоть, ну, чтобы было обязательно, особенно летом, даже вот я теперь круглый год пользуюсь, и у него была очень такая хорошая находка от Physician Formula BB пудра, которая закончилась, она была с SPF 30, и теперь в Ирландии ее не представляют, ее просто нет нигде вообще этого бренда, и я нашла это на iHerb, но на данный момент, когда, ну, мне нужно его заказать, и из-за того, что там какие-то налоги покрывают, бла-бла-бла, а я, в общем-то, поиск где-нибудь найти, чтобы не плодить мне сверху большую стоимость самой пудры, вот, и на данный момент я нашла в Bar Mineral вот такую транспарантную пудру с SPF 25, она абсолютно прозрачная, и она как бы бесцветная, прозрачная, она не придает никакого тона, ничего, но она, в принципе, то, что мне надо, защищает мою кожу от солнечных лучей, то есть здесь есть SPF 25, и, в принципе, состав у Bar Mineral, как вы знаете, такой более минеральный, поэтому мне понравилась упаковка, она, конечно, такая большая, здесь много, сколько здесь грамм, здесь грамм, здесь 6 грамм, но, в принципе, мне этого на лето хватит, и вот такого ванна цвета с виду, хотя, ну, она не придает никакого оттенка абсолютно, но, может быть, чуть-чуть, и то он, в принципе, расходится на коже, вот, также мне, что немаловажно, она немножко, как бы, матирует мою кожу, потому что у меня комбинированный жирный тип кожи, и мне нужны тоже такие продукты, которые бы немножко мотировали и не давали так сильно блестеть в течение дня, поэтому я буду носить, немножко неудобно, что мне нужно здесь, может быть, я подберу сюда какой-то спонж, положу, но мне нужно будет с собой носить кисточку, вот, ну, ничего страшного, проносим, что теперь делать, раз уже есть такие проблемы и надо, так что, вот, если у вас что-то подобное, как у меня пигментация и вы ищите продукты для, и не можете найти что-то такое, то, в принципе, приглянитесь, я думаю, что это сработает, вот сегодня у меня на лице нет никакой, нет какой-то навыки, никакого хода, никакой-то навыки, никакого BBCC, ничего у меня, только, никакой пудры, только вот это, вот это пудра, ну, там, румяшки немножко, да, то есть, ну, вот, и, да, есть у меня, как вы видите, несовершенства, я как-то их особо не маскирую, не знаю, они как пришли, так и ушли, как-то моя кожа вообще не принимает, вот, кремовые текстуры, такие, как тональники, BBCC, вот пудру, тогда, хорошо приняла, от Physician Formula, BB пудра она называлась, вот, и вот это мне тоже, и я так чувствую, так мне кожа дышит, она у меня не забита, какими-то кремами, я когда вот тональники, я вот хожу, мне прям вот хочется все это стереть, так что вот, приглянитесь, господи, какое уже длинное видео, дальше, я присмотрелась еще к таким вот теням, от Revlon, Color Stay, у меня в оттенке 730, они обещают держаться долго на моих жирных веках, поэтому, вот такой оттенок, я уже попробовала, конечно, они не держат 24 часа, но, в принципе, полдня они держат, у меня такой вот оттенок, как бы летний, золотистый, бронзовый, вот такой какой-то, для разнообразия, я взяла себе, здесь есть кисточка внутри, вот она, которую можно наносить, или пальчиками можно распределять, вот, это Revlon, стойкие тени, дальше, я приобрела, но не пользовалась, в принципе, это для моей подруги, это такой уход для ногтей, у нее после гелевых, не гелевых, а какие она ногти себе делала, вернее, красила, в общем, в общем, надо ей уход, и, в общем, я решила приобрести из английской марки Neal HQ, здесь написано, что стрейчинер, именно для укрепления ногтей, и в составе очень много кокосового масла и кератиновых протеинов каких-то, то есть интенсивно ухаживает и делает их более сильными и длинными ногти, вот, вот такой вот, и здесь 10 мл, я думаю, это на очень много хватит, надолго хватит, дальше, я приобрела для себя вот такое средство для для ухода, для для сори, заговорилась, уход для ресниц и бровей, вернее, это только для ресниц, но именно в такой же упаковке, в такой же, все, в такой же баночке есть именно для бровей, видимо, только с такой щеточкой, потому что на данный момент здесь только кисточка, ну, такая как, просто вот такая, вот такая, кисточка, и этот серум, его нужно наносить каждый день, на ночь, именно по росту ресниц, но я пользуюсь еще и на брови, это не, ну, как бы, не самый дешевый, у нас в Бутс, то есть, в Ирландии, Англии, в Бутс можно это купить за 55 или 65 евро, я не знаю, точно, ну, как-то так я видела, 3 миллилитра, и обещает очень, довольно-таки, интенсивный, такой, рост ресниц, до 75% увеличения, объем, и до 50% длина, в общем, и это в составе нет, как их называют, в составе нет, не антибиотики, а как-то, господи, забыла, я вам скажу, что я пользуюсь уже недели 3, и да, мои реснички такие более длинные стали, я это заметила, и, в общем-то, если вы что-то ищете, то, в принципе, присмотритесь, в Бутс это есть, ну, или онлайн, онлайн, вот так называется, Repet Lush, я напишу все названия под видео, так, и еще вот такой момент, я себе приобрела, сегодня первый день попробовала, но так как еще руку не налила, это такое средство для бровей, гель для бровей, он буквально за 2 минуты придает оттенок, как бы застывает, или как-то сказать, питается, застывает на ваших бровях, и он не пачкается, то есть, его так берешь, он не остается, не вытирается, и держится в пределах трех дней, я взяла для брюнеток, почему-то, потому что мне для блондинок оказался слишком светлый, мне нужно, я так считаю, что немножко потемнее, потому что я слишком светлая, не знаю, в общем, напишите мне в комментариях, вот так это выглядит, здесь довольно много этого вещества, и здесь есть такая кисточка, вот она, и вроде бы как и ей можно, если у вас, как бы рука набита как правильную форму придать бровям, или можно, обычная кисточка для бровей, которая вот вырисуется, и вот такой есть распределитель, да, ершик, это средство тоже не дешевых, я платила 60, ой, 26, 27 евро, также это можно купить в Буц, есть для младинок, брюнеток, для рыжеволосых, для шутенок, в общем, есть оттенки, и также есть это же, только в виде карандаша и геля, там как-то в одном конце карандаш, в другом гель, я металась, металась, что мне взять то ли и другое, и как-то вот что-то остановилось на вот этом именно, в общем-то, вот такое средство, еще буду тестировать, но пока мои руки еще не приловчились, как правильно, как форму придать, так, чтобы легко не размазывать, ничего, ну, в общем, потому что сразу, когда красите, надо там подтирать, если где-то что-то лишнее, потому что там застывает, и потом не так легко стирается, если честно. Так, что еще? Также я хочу сказать, что на постоянной основе всегда я пользуюсь вот этими салфетками для лица, для снятия макияжа, мне они очень нравятся, они одних из дешевых, самых дешевых, это также Бутс, то есть Англия и Ирландия знают, и мне они, вот, не знаю, я пробовала другие, мне как-то другие не так, вот это вот то, что мои фаворитные, одни с огуречным, таким, для нормальной кожи, типа огуречным запахом, а вот эти вообще без запаха идут для чувствительной кожи, и нет никаких фри, нет фрагрансов, но нет запахов никаких в нем, вот, очень советую, то есть, бывают акции на них, вообще там одну берешь, вторую бесплатно, и так дальше, также я приобрела, вот только открыла такой конвертик для волос, потому что я полотенцем не вытираю, уже давным-давно, у меня есть конвертики, и сейчас, в основном все у меня такие, они махрушки, как катоновые, а сейчас я приобрела такую микрофибру, мне казалось, что они никогда вот эти микрофибры не вытирают под колодином, но сейчас, вот попробую, не надо было постирать, только открыла, вот такой конвертик, на розовом цвете, но учитывая, что я это брала в Тики Макс, то есть, знаю от Ирландии, Англии, что это за магазин, надеюсь, что это не какая-нибудь там, которая не будет сушить, ну, вытирать волосы, как полагается, так что, попробую, напишу, и еще один момент, купила, заходила в H&M, купила себе серьги, вот такие диски, один оттеночек, вот у меня уже, сегодня я ношу, вот такой, пудровый, персиковый, розовый оттенок, и здесь еще, вот есть белые, два золотых, плоских, и два таких золотых, как бы, с напылением, вот таким, скажу, что они такие, довольно чувствительные, поощр, ну, не пластмассок, или такой, легкий, какой-то металл, такие они, ну, не знаю, вот эти заклепочки, вот эти гвоздики, очень, такие, хорошо держатся, крепко, потом, вот, не вырвется, не выпадут, ну, никак, то есть, конкретно, хорошо заклепывают, и они были 7 евро, там, зашла скидка, смотри, по 4 евро, вот и взяла, то есть, их наборит 4 пары, в общем-то, налито, такие гвоздики, диски, мне кажется, довольно симпатично смотрятся. Так что вот, все, что я вам хотела показать, свои приобретения косметические за последнее время, считаю, что вот это полезные вещи, вот эти вот полезные вещи, вот это, ну, в принципе, практически многие здесь у меня полезные вещи, для ресничек тоже, как бы советую, советую, если вам что-то присмотрелось, ищите где-то у себя, или онлайн, то есть, я оставлю ссылки под видео, где это можно приобрести онлайн, если найду, на тот или иной продукт, сколько это стоит, будете видеть, вот, и это все, подписывайтесь на меня, в инстаграм, вконтакте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео, я всех целую, я желаю всем хорошего дня, не только сегодня, всем пока, bye, bye, bye,